Потому что свойство шани, граха, который курирует макро, это что? Отнимать, не пускать, лишать, ограничивать, сдерживать. Это свойство шани. Поэтому вот эти аспекты, они будут акцентированы в тех сферах жизни, которые связаны с макро. Ну и для макро лагна, конечно, это будет распространяться на всю его жизнь, на все его аспекты. Если шани уча, как он сейчас уча, в Тула, как лагна какой? Тула лагна. Тогда это означает, что все аспекты четвертого и пятого бхава, а макро будет приходиться на четвертый бхава, они будут проявляться в своей наилучшей возможной форме. для этого человека. Правда, при этом, шани остается шани. То есть он ограничивает, сдерживает, не пускает, лишает, отнимает и так далее. Просто он это будет делать меньше. Потому что уча или нича не меняет свойства граха. Граха, вот как человек, его свойства не меняются от того, он человек как был, так и остается. Он дурак был, дураком остался. Умным был, умным остался. Независимо от того, уча он или нича. Но если он, скажем, там сегодня опился сильно, да, находится в состоянии нича, нича, значит, внизу, да, лежит перед дверями, то он, конечно, соображать будет хуже. Он умным останется, но хуже будет соображать, чем когда протрезвеет и там сядет за стол и подумает. То есть свойства человека принципиально, ты считаешь, как свойства граха принципиально не меняются. Меняется степень интенсивности. Понимаете? Потому что шани есть шани. Мангала есть мангала и другие грахи есть эти грахи. Просто уча и нича состояние, которое дает возможность им проявить себя в большей или меньшей степени. Если мы говорим о шане, сейчас меня очень часто спрашивают о шане, потому что шани сейчас уча, он будет до 2 ноября уча этого года и потом уйдет из Тулы и придет туда только через 30 лет. Опять. Все говорят, шани уча, а где результат? Он с сентября 2012 года уча. А где результат? Ну, как бы, все уча, все ждут какого-то чуда, особенно молодое поколение, да? Все ждут чуда. Все ждали шани уча, как будто, я не знаю, манна небесная с неба потечет. На самом деле ничего не произошло. Шани, это вот как, как я сейчас уточнил, это на Освенциме было написано. Диарбайт махт фрай. На этом самом, на входе в концлагерь Освенцим было написано. Труд делает человека свободным. Диарбайт махт фрай. Вот это как раз шани. Потому что шани, он, это очень конкретный граха. Шани требует от человека работы, работы, работы и работы. Он заставляет человека работать. И совсем не обещает результаты. А вот просто работать и работать. И тот, кто работает и не думает о результатах, тот и достигает эти самые результаты. В принципе, шани должен научить человека хорошо работать. Чтобы человек сосредотачивался не на дне зарплаты и не на размере зарплаты. А на процессе самой работы. Потому что, если он будет сосредотачиваться на процессе самой работы, у него работа будет более эффективная, результаты будут лучше и зарплата будет больше. А если он будет сидеть на работе и думать о зарплате, и ждать с нетерпением дня этой зарплаты, естественно, концентрироваться он будет не на работе, а значит, качество работы будет хуже, результаты будут хуже и зарплата будет меньше. Вот этому должен научить шани человека. Причем во всех сферах жизни. Потому что шани проходит в своем гочера через все раши. Находясь в каждом из них два с половиной года в среднем. Это значит, что все сферы жизни, через которые пройдет шани, через все 12 раз, раз в 30 лет происходит, он будет заставлять человека делать это в каждой из сфер своей жизни. Потому что шани – это воплощение кармы. Это, если хотите, такая сермяжная правда жизни. Никаких сентиментов, никакой лирики. Все очень конкретно, очень просто и ясно. Копай отсюда и до обеда. Как раньше говорили. И все. Потому что шани контролирует всю карму. Он карма Раджа, хозяин всей кармы. А карма – это то, что мы должны, как говорят в народе, отработать. А на самом деле мы должны ее исполнить. Исполнить наилучшим образом. Потому что главная задача человека в жизни – это хорошо делать то, что он должен делать. То есть быть хорошим работником, хорошим мужем, хорошим отцом, хорошим еще что-то и так далее. Он все должен делать очень хорошо. И шани – это граха, который будет учить человека это делать. И шани – это граха, который несет в себе карму. Которую человек должен отработать. И отрабатывая которую, он должен научиться этому. Поэтому шани, как правило, всегда создает проблемы для человека. То, что мы называем проблемой. То есть он создает ситуации, которые надо преодолевать. Нужно что-то решать, нужно в чем работать. И шани, что очень важно, он учит человека ответственности. Ответственности за свои поступки, за свои действия. И макара Раши является воплощением всего того, о чем сейчас я говорил. Потому что шани очень не любит романтиков, всяких лириков, таких людей не от мира сего, таких богемных людей. Он их терпеть не может. Он их уничтожает. Почему? А потому что эти люди живут в майя, в иллюзии. А главная задача шани заключается в том, чтобы избавить человека от иллюзий. Это я немножко забегаю вперед, рассказываю уже о шани. С тем, чтобы расширить ваш кругозор. Чтобы мы одновременно двигались во многих направлениях. Главная задача шани – это уничтожение всех иллюзий человека. Всех. Хорошие, плохие, неважно. Розовые очки или темные очки на носу, они искажают реальность. Реальность не розовая и не черная. Она разноцветная. Поэтому очки должны быть прозрачными. И шани все вот эти розовые и черные очки с людей срывает, кидает их на пол и топчет их. Топчет их в гневе. Потому что любая иллюзия искажает реальность. А искажая реальность, она не дает возможность человеку адекватно эту реальность оценить, принять правильное решение и совершить правильные действия. Опять-таки подчеркиваю, неважно, черная это или розовая реальность, хорошая или плохая. Вот та иллюзия, в которой люди доходились до свадьбы, это розовая иллюзия. А потом наступила черная иллюзия после развода, точнее в браке. Вот шани придет и посрывает и розовые, и черные очки. Растопчет их. И реальность откроется такой, какая она есть. Вот в этом, по большому счету, его самая главная задача. Поэтому иногда это происходит достаточно мягко, некоторым достаточно намекнуть. Ну а некоторых надо взять за волосы и, что называется, face up table. Потому что не понимают по-другому. Им говорят, говорят, намекают сначала тактично. Политика воспитательную работу проводит, как-то объясняют. По попе шлепают. Ну никак не помогает. Ну тогда уже надо, как говорится, взять и ударить человека face up table, чтобы понять, что такое table и что он тверже, чем face. Ну человек не понимает. Мы объясняли, что, говорит, вот видишь, какой твердый стол, да, и голова твоя не такая твердая. Нет, моя голова тверже, там. Ну ладно. Посмотрим. Вот это очень важная вещь. Поэтому, когда Шани движется по Раши чакре или Пхава чакре, он привносит туда ситуации, события, процессы, которые раскрывают людям глаза на жизнь. А представьте себе теперь ситуацию, когда есть Раши, которые целиком и полностью курируют Шани. Это значит, что на протяжении всего времени, всей жизни, Макара Раши будет действовать в направлении того, чтобы избавить человека от иллюзий. Поэтому одна из главных задач людей Макара Раши – это избавление от иллюзий. Их карма от иллюзий быстро очистит. По этой причине, кстати, Макары Лагны – это очень редкое явление. Потому что это короткий Раши, он где-то 25-30 минут иногда длится всего-навсего. По сравнению с другими Раши, там, допустим, Синха, Канья, Тула, там, могут до трех часов продолжаться в течение дня. А Макара где-то, может быть, ну, полчаса в среднем. И поэтому людей Макара рождается меньше. И их сразу видно. Их сразу, да. Если Шани в Лагне, то это означает, что влияние Шани распространяется на этого человека, кем бы он ни был. Тула он, Канья там, Ка-ката или кто-то еще, влияние будет. То есть, Шани проявит себя в той или иной степени, в зависимости от того, как он чувствует себя в этом Раши. Об этом мы будем дальше говорить. Вот это такой момент, который надо понимать. Потому что беда людей современных заключается в том, что у них очень много розовых очков. И эти розовые очки, они распространяют и на Джати Шаведов. Рассказывая сказки о том, какие замечательные грахи Шани, какие замечательные грахи Раху и Кету там и так далее. И они вводят людей в заблуждение, в глубокое. То есть, создают, что? Ма-аю, иллюзию. И тот же самый Шани в свое время обязательно так даст по мозгам, чтобы эти очки сбросить с человека. А если этих иллюзий нет, тогда зачем же эти очки срывать и по затылку бить? То есть, если мы заранее избавимся от иллюзий, мы выполним ту главную задачу, которую, собственно, на нас накладывает Шани. И в этом случае Шани перестанет быть нашим жестким учителем. А все грахи учителя, в том числе и Шани. Но он такой жесткий очень, суровый. И он смягчится. Со всеми вытекающими отсутствия последствий. Он не станет как Шукра или как Гуру. Нет. Но он просто вот эти все свои свойства будет в значительно меньшей степени проявлять на этом человеке. И жизнь этого человека станет лучше. Потому что Шани ограничивает, сдерживает, не пускает, отнимает, лишает и так далее. И не должно быть иллюзий никаких. Потому что говорят, о, Шани нича, все плохо. Шани уча, все хорошо. Чепухает. Так говорят дилетанты. Или просто книжки читают. А вот практические джоотиши, которые каждый день с этим работают, с десятком тысяч людей, они таких вещей никогда говорить не будут, глупости. Потому что видно, как это происходит на практике. И Макара Лагна, это очень серьезный Лагна. Потому что он сразу накладывает на человека фактом рождения своего необходимость избавления от иллюзий. Значит, как избавиться от иллюзий? Большинство людей, чтобы избавить от иллюзий, что нужно делать с ними? Что нужно? Побить их надо. Побить их надо. Потому что добровольно они от иллюзий не избавятся. Поэтому их надо слегка простимулировать к этому. По-разному. Каждому по-разному. Кому-то там надо фейсом аптейбл, кого-то надо просто так в стену бросить. По-разному бывает. Кому-то просто там по попе нашлепать. Кому-то просто пальцем погрозить. По-разному это. Но задача человека, макара, это избавление от иллюзий. Например, если у вас карката лагна, макара раши будет приходиться на какой пхава? Кто мне скажет? Седьмой пхава. Умница. На седьмой пхава. А седьмой пхава это кто? Партнер. Правда? Партнер. Отсюда вытекает простой вывод. Какая главная задача этого партнера будет в жизни вашей? Избавить вас от иллюзий, которые существуют в сфере отношений. Какие это иллюзии? Принцы, счастье там и так далее. Ой, про иллюзии вы можете тут песни спеть мне. Их у всех столько, что я их столько наслышался. Песни просто. Значит, что? Значит, партнер придет и всего этого, о чем бедная карката мечтает, что нужно сделать? Лишить его всего этого. И поэтому, когда там начинают рассказывать сказки про то, как каркаты могут быть там счастливы и так далее, это они могут рассказывать в аудитории, я не знаю, учащихся ПТУ. А уже в аудитории астрологов, у которых есть хоть какое-то представление о джиотиша, такие номера не проходят. Это можно вот непосвященным людям рассказывать. Та же самая ситуация с синхолагной. То же самое. Уничтожение иллюзий. Вот сейчас вы определите, какие пхавы приходятся у вас на макро. Я вам скажу, от каких иллюзий вы должны избавиться. Вот давайте прямо сейчас у нас занятие, демонстрация, консультация. Деньги. Одиннадцатый – это тоже ваши доходы, это ваша сфера общения, это ваши родственники и так далее. А третий пхавы? Третий пхавы – это ваши собственные усилия. Он будет создавать препятствия, проблемы, он должен избавить вас от иллюзии того, что вы можете все. У вас есть какие-то представления о семье? Вот эта семья будет в точности наоборот.